Кто-то настоящий Лондон? Я использую ханью-кэпэль. Я студент. Да, я студент. Программа Lingafone Это будет туристический минимум и даже не очень минимум, кстати. Да, уже местами максимум. И мы теперь уже можем не только составлять диалоги, но уже рассказывать тексты, рассказы. Сегодня мы решили взять такую немаловажную тему, как рассказать, собственно, итальянцам, жителям страны, куда мы собираемся поехать, или которые приезжают к нам в гости, о том, как проходит, собственно, наш день. Где мы как раз используем ту лексику, которую мы брали на предыдущих занятиях. Ну и много новой, кстати, должны взять. Без этого никуда. Да, и хочется сразу спросить у Сильвии. Сильвия, расскажи, пожалуйста, как проходит, обычно проходил твой день в Италии, чтобы мы тоже погрузились в атмосферу. Это интересный вопрос, потому что я меняла 4 работы в течение 2 года. Последний период в Италии. Поэтому у меня сложно сказать, что это вечный день, но я бы сказала, что до 5-6 по коже в России. Конечно, быстрее одеваться, потому что не надо так много одежды. Но я думаю, что, допустим, в Италии очень часто мы любим на обед, допустим, на работе, именно выйти из работы. То есть, если есть возможность, или на перерывах, даже кто не курит, любит просто выходить. Подышать его с духом. Как-то развить. Ну, если есть возможность, конечно, если человек работает на 14 этаже, где-то не надо. Без лифта. Да, без лифта, тем более. Но, кроме этого, да, я бы сказала, что никакие особенные разницы. Но после работы, да, я заметила, мы вообще попозже ужинаем. Поэтому, да, даже не знаю расписание театра, кино, они все обычно попозже. Позже, чем в России. Да, да, у нас очень странно, допустим, что спектакль идет в 5 или 6 вечера. Вообще, потому что у нас все начинается с рано, время это в 8. Но перед 8 ничего не начинается. Ну, было бы хорошо, если бы у нас в России тоже постепенно переходили этот график, потому что многие работают до 6, до 7 часов вечера и просто не успевают в театре на спектакль, который начинается в 6. По поводу обычного дня я наблюдала, когда жила в итальянской семье с итальянской бабушкой. У нее вот есть прямо такое расписание. Она занимается с утра, раскладывает все постельное белье на улицу, вывешивается, мы так в России делаем. То есть кучу времени тратит на то, чтобы его проветрить, потом вернуть им на место, уложить все, как там было, со всеми салфеточками, покрывалами и так далее. И вот какие-то домохозяйские, что ли, есть вещи, которые отличают россиян ног, получается, от итальян ног. Во-первых, я хотела сказать, что у пожителей, старых людей, более строгие расписание. То есть у моей бабушки и моего дедушки тоже очень строгие расписание, и да, она похожа на это. И, ну, тоже интересный факт, что у нас одежды надо... Развешивать, проветривать. Да, но на улице или, если, да, нет зимой, и все-таки недолго станет сухие, потому что у нас атмосфера влажная. Влажность высокая. Да, и, наверное, это милочи, но я очень рада в России, потому что все быстро, поэтому мне надо долго ждать, если тебе надо что-то взрослое. В Италии ты можешь ждать иногда три дня. Когда зимой влажно или осенью, это... Если идет дождь, это все, надо ждать даже иногда три-четыре дня. А ежедневная уборка, допустим, у домохозяйки итальянской, наверное, тоже есть? Ну, пройтись, вытереть всю пыль, которая не появилась после вчерашней уборки, полить цветы. Ну, это по-разному. Я думаю, здесь не большая разница. Ну, зависит много даже с кем ты живешь, богат ли нет, потому что, ну, люди, которые есть, возможно, возьмем человека, который сделает эти домашние дела. А вот мне интересно, чем занимаются итальянские мужчины в свободное от работы время? Ну, в этом плане, о чем мы сейчас говорим. Ну, салфеточки не вряд ли раскладывают, я все-таки думаю, да, то есть более какие-то мужественные занятия у них есть. Ну, я бы хотела сказать, что они немножко более активны в доме, обычно. Ну, в жизни семья и пары, они немножко более активны. Они тоже помогают помыть посуды, готовить. Не всегда, но немножко больше, чем в России. Я это заметила. То есть более активны, чем русские мужчины в семейной жизни? Да, в доме имею в виду. Потом, не знаю, наверное, на работе или в другое место меньше, но в доме точно да. Ну, в свободное время кто сходит в спортцентры, кто, можно сказать, тупит. Как будет в итальянский тупит? Не знаю. Ну, есть не очень хорошее слово, это кацеджаре. Ну, это немножко, не говорю мат, но не очень хорошее. Можно сказать, как можно сказать тупит? Пердере темпо, терять времени, ничего. Оциаре, давайте. Оциаре это хороший вариант. Оциаре через дзета, только одна дзета. А я хотела еще напомнить, кому-то сообщить, есть выражение «помогать», «даре ла ману». А, да-да, «даре у на ману». «Даре у на ману», давать руку, протягивать руку, как вот у нас, так говорят. Предлагать свою помощь по дому, ведь именно мужчины, наверное, этим занимаются. Да, да, не сильно, надо их позвать. То есть они, конечно, не самостоятельно придут, но… То есть они активны, но только если их активно по этому поводу попросить? Да. Ну, я думаю, что готовят они с большой охотой. То, кто молодец в этом плане, да, потому что они любят гордиться. Поэтому… Любят, когда их хвалят. Да. То, что они приготовили. Да-да. То, кто хорошо готовит, обычно… Ну, потом не хочет… тогда не хочет помить посуду. Но он сказал, я готовлю, все, больше не могу. Но, ну, да. Я думаю, что можно проанонсировать, что у нас в конце месяца будет в гостях один из таких итальянских мужчин, который любит готовить. Спросим, моет ли он посуду. Да. После того, как приготовит. Подробности позднее последует. А сейчас давайте попросим Сильвию пополнить наш словарный запас. Как нам попросить о помощи мужчинам. Да, давайте Сильвия сначала расскажет о своем дне на итальянском языке. А мы будем… попробуем ей впоследствии подражать. Окей. Типичный день здесь или в Италии? В Италии. Окей. Как типичный день вообще будет? Джорната типо. Джорната типо. Ла Мия Джорната типо. Окей. Ди сольто, обичина, ми свегльо alle 7, ми весто, faccio колаціоне, in casa, non al бар. Faccio колаціоне in casa, в доме. Окей? Ми piace ascoltare le notizie, alla mattina, poi esco di casa alle 8, prendо la bicicletта, Так, давайте переводить. Я поняла, что на велосипеде, на работу тут поехала. Как здорово. Мизвельо. Это что было такое? Просыпаюсь и встану. Встаю. Возвратный глагол, который мы еще не встречали, по-моему, да? Ну, или где-то попадалось. Кямар, да. Микямо, ты кями. Да, микямо, мизвельо. Да, да, это все. А если ты встаешь, ты звелье. И тоже вестирси, одеваться. Я ми весту, ты ти вестю. А если я хочу спросить, Веру, ты встаешь рано, я скажу, ты звелье престо? Да, рано. Си. Си, мизвельо престо. Мизвельо престо. Але, ну, а номери, мы знаем номери. Нет, пока, пока исчислительные. Но Сильвия сказала, что... Сетте, сетте, да, сем. Раньше, я встаю раньше. Прима. Прима. Пой, ну, шест. Мизвельо прима. Шесть, пятнадцать. Се, се, ин кварт. Се, ин кварт. А если во множественном числе, допустим, они встают в семь. Норо, сизвельяно. Си. Але сетте. Возьмем форму первое, второе лицо, да. Мы встаем. Чи. Чи звельямо. Вы встаете. Ви. Ви звелья-те. Да, только третье лицо. Единственное и мороженое, то же самое местомение. Си. Луи сизвелья, лоро сизвельяно. Но другие меняются. Это ио, ми. Ту, ти. Луи си. Ной, ми. Вой. Извините. Ной, чи. Вой, ви. Лоро си. И то же самое будет с вестир-си одеваться, да? Да. Вера, как мы скажем, они одеваются. Уже, допустим. Норо си вестиряно. Вестоно. Вестоно. Норо си вестоно. Да. Когда вы видите инфинитив, который заканчивается на си, надо убрать си и поставить э. То есть, получится, вестир-си глагол невозвратный, это вестир-э. Это на самом деле как по-русски. То есть, можно сказать, ио ми вестоно, но ио вестоно бамбино. Я одеваю ребенок. Поэтому ио ми вестоно, но вестоно кого-то еще. Ну, и тоже не знаю, как вы говорите звелляр-си, но, то есть, ио ми звеллю, я просыпаю, но я звеллю нео-фрателло, я бужу моего брата. Очень часто эти глаголи можно создать как нормальный вариант, невозвратный. Так же, как ио русских глаголов возвратных. Можно сделать из них невозвратные. И вот эта частица си переезжает в начало глагола, да, и превращается в какую-то частицу, которая зависит от лица. Если я, то ми и так далее. Это уже перечислили. Так, еще у нас была аскальтар Лена Тицы. Лена Тицы у нас были в прошлой передаче в песне Тициана Ферро про новости. Ушире эску, да, глагол применяется, когда мы хотим рассказать просто, что я пошел вечером куда-нибудь тусоваться. Просто выхожу, да, как в английском go out означает не просто, что я куда-то вышел, а именно развлекаться, дивертирся. Да, да, да. С какой-то целью просто вышел. Может быть, в магазин тоже тогда будет Ушире? Или вынести мусор? Или... А, да. Эску, бутарела, патумир. Везти мусор, да. Ну да, но вообще каждый раз ты выходишь из какого-то места, можно сказать Ушире. Просто если ты говоришь эску, да, это без цели. Эску с кем-то. И закончили мы, что Сильвия прендель обичи? Да, я бы хотела сказать, что прендере мы говорим, то есть прендере буквально, значит, взять. Просто у нас есть эта конструкция прендере транспортного известства. То есть значит ехать, ходить или сесть на трамвай, но мы говорим прендере, ла автобус, прендере, ла макина. То есть можно еще сказать андаре, идти. Но очень часто, особенно, когда мы говорим, сижу или еду на автобусе, мы говорим, прендер автобус. Потому что если ты в другом контексте говоришь, прендер либро, это возьму, возьму книгу. Можно еще сказать, что ее прендер ла мя веспа. Да. Веспа это? Мотороллерчик, про который у нас была песня. Да, про него мы говорили уже. И дальше, Сильвия? Да, дальше я работаю. Меня занимаюсь работой. Допустим, зависит от чего ты сделаешь. Ассортно обязательно надо пауза кафе. Пауза кафе. То даже без этого, конечно, надо пауза кафе. Да, обязательно. Потом еще ла вори, ла вори, ла вори. Потом ваду на пауза пранцов. Пауза пранцов это обед. Пауза перерыва, пауза пранцов. Пауза, пауза пранцов. Рикоминчо. Или, рипрендо и ла воро. Лаворо, лаворо, лаворо. И пауза, лаворо. И пауза еско дал лаворо. Коза фачу дополу лаворо? Стою делать у пауза лаворо. Узависи. Та то же, вариантика, которые можно сделать здесь. Допустим. Факу ун гиро пауза. 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 Мы любим, как уже говорили некоторые передачи назад, мы любим фаррел аперитиво. Причина, чтобы встретиться с кем-то. Та есть, если ты хочешь встретиться с кем-то, но не хочешь сделать поздно, аперитиво это очень хороший вариант. Потому что ты встретишь, ты успеешь кушать. Затем торна каза. И либо отдыхаю дома, либо еще потом ваду фури, ваду альчинема, ваду театру или просто ваду абери колкоза, пить что-то с друзьям и знакомыми и так далее. И потом ваду алету и дорму. Как сказать отдыхаю? Репозарит адихат. Андар алету это именно ложит спать. Адихат дайте, а репозарит или релассарси. А то слово релакс. Да, тоже возвратный глагол. А чем чаще пользуется релакс? Мы вот как-то в России не очень говорим, что я релаксирую. Нет, но на самом деле мы тоже говорим мирипозу. Отдыхаю. Мирипозу. Да, потому что релаксарси это более связано с нервами. Когда ты немножко не в порядке, надо сказать. Деви релассарти. Надо релаксарси. Успокойствие. Но еще я хотела сказать. Я выбрала эти, когда надо было сказать. Начинать снова работу. Я выбрала эти глаголи. Рекоменчали и репрендали. Потому что суффикс ри очень часто значит снова. То есть, если перед глаголом есть суффикс ри, значит, что-то делаю снова. Или к чему-то возвращаемся. Да. Ри турнаре. Ну, вообще, много, я не говорю все, но много глаголей. Если добавится суффикс ри, значит, ты что-то сделаешь. Допустим, ты говоришь с кем-то, парлары. Это парлары. Потом времени хватит, и вы говорите, давай репарлямо потом. То есть парлары-то говорить, а репарлары-то говорить снова, попозже, или когда вам хочется. А можно что-то рефарой, например? Когда что-то не получится, рефачамо. Переделываем или делаем заново? Исправляем ошибки или с нуля начинаем? Обе. Все подходит. Да-да-да. А можно рефарой коллационы? Ну, да, если ты очень голоден, конечно. Устроить второй завтрак себе. Да-да. Ну, есть вопросы, это все понятно, допустим, да. Это мы идем на какие-то занятия. Курсы дополнительные. Да. Курсы ди лингва, курсы, да, я сказала, ди дизейн, кто занимается рисованием, не знаю. Вязание какое-нибудь бывает? Вязание, да. У нас был подобный инцидент с преподавателем по-испанскому. Мы долго очень объясняли, что такое вязать. Это когда ты берешь спицы длинные, такие металлические. Даже шарф, к примеру, шарф вязать крупными нитками толстыми. Конечно, несколько лет назад все бабушки сделали. Потом, да, мы перестали. Сейчас я заметила, в последнее время еще немножко начинается, потому что, ну, два причины. Во-первых, хочется немножко возвращаться на традиции, на эти домашние дела. А во-вторых, у нас все-таки тоже чувствуем кризи. И поэтому люди думают, зачем платить человека, когда я могу сам узнать это. Можно сделать самому, это хендмейт, мы называем. Но, на самом деле, мы не так хорошо умеем щит, вязать. Честно говоря, мне было даже немножко стыдно первый год, потому что я даже... Пуговицы пришли. Пуговицы не умею. Учить, и здесь дети умеют, они даже учить в школе. Нас этому учат, да, на уроках труда в школе. Да, и это мне очень... Я сказала, больше не надо, надо узнать. Как сказать пришить пуговицу по-италински? Кучирон батоне. Кучирон батоне. На батон, похоже на кнопку. Да, да, да. Я думаю, тоже самое корень. Да, если у нас свободен времени, не так часто, как здесь занимаемся. На этих делами. То есть я помню, когда я жила в Ижевске, у меня был сосед. То есть я жила с другой девушкой. И она вечером сколько занималась. Я просто ничего не сделала, так плохо. Или готовила три часа, и она быстро готовила, потом занималась, занималась. И я очень удивилась и очень хотела уметь. Но, видимо, это не для меня пока. Ничего, все еще впереди. Мне интересует еще несколько вопросов, чтобы рассказать о своем рабочем. Мне нужно ведь одно за другим перечислять действия. Подскажите, Сильвия, союз, который мы будем использовать потом, после этого. Да. Вот как это по-итальянски? Обычно, ну, потом это допу. Допу. Ну, после этого можно сказать допу, куэсту. Какий еще союз можно сказать? А пой? Пой это тоже, это тоже как допу, но нельзя сказать пой, куэсту. То есть допу это и предлог тоже. То есть союз. А пой это более на речи. Ну, снова это динуаво. Ну, что, Вера, теперь наш рассказ. Настало наше время. Итак, мы свелье. Ми альцо. Ми альцо. Допу вестир. Весто. Ми весто. Ми весто. Оля. А еще дома есть собака. Зачем ты одеваешься, чтобы выйти из меня на улицу? А, конечно, для чего еще одеваться? Только за этим. Прогулять собаку, как мы скажем. Паседжо. Прогуляю. Коль каны. Паседжо. Коль каны. Коль каны. Паседжо. Коль каны. И кормлю кота. До. До. Манжаре. Аль гато. До. Манжаре. Да. Это именно дам блюдо кота. Но если кормить, глагол кормить, но не используем. Больше говорим дат. Да. Даю поесть. До. Манжаре. Манжаре. Аль гато. Аль гато. А потом уже и до себя доходят руки. Потом карамелю себя. Доходят руки. Прендую кулак. Ну, если дома более «фачо». Потому что «пендер» это именно когда ты где-то в баре или в кафе «преди». Дома лучше сказать «фачо». «Фачо колаціоне». В то время как я «фачо» колаціоне. Ментре. Ментре «фачо» колаціоне аскольто ле нотисе. Пой «ушире дикаса». «Еско». 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 Да, но это неправильный граголь, да. А. То есть «пой эско дикаса». «Прендере эль автобус». «Прендо». 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 «Прендо эль автобус». «И уезжаю на край света». «Если бы». «Довы вайкон, аутобус. Куда ты едешь?» «Аль лаворо». «Ариво аль лаворо». А теперь Ольга расскажет нам, что же она делает на работе. Мне понравилось, как Сильвия сказала, «лаворо, лаворо, лаворо». «Лаворо, лаворо, лаворо». Да, это очень хорошо характеризует работой. А потом наступает пауза пранцу, да? Да. Ну, бывает пауза кафе или, ну, когда маленький перерыв. У нас не бывает. Не бывает. Как правило. Во время паузы, mentre пауза пранцу, я ваду аль палестра. Окей. Тогда лучше здесь сказать, то есть надо, mentre sono in paуза пранцу, надо поставить глагол. То есть я в этой паузе нахожусь, получается. Да, да, да. Ментер сон ин пауза пранцу, ваду аль палестра. Или, дуранте ла пауза пранцу. Просто, ез, ментре требуется глагол. А дуранте, та варианта во время то, без глагол. Как дуринг. Да. Получается, дуранте пауза пранцу, я ваду аль палестра. Пой, риторно аль лаворо. Угу, дюсто. Лаворо, лаворо. Ди сера риторно а каза. Дюсто. Вечером возвращаюсь домой. И что я делаю дома? А то, что я хотела все-таки узнать у Сильвии, как попросить у мужчины помощи, как заставить его помочь дома. Очень философский вопрос. Пой, дай мне руку. То, что мы говорили. Дай мне руку, пожалуйста. Я занимаюсь домашними делами. Как это сказать? Фачу мистери. Мистери? Мистери, да. Похоже на... Мистери. Да, что-то празднично-таинственное. На самом деле вот это. А, мистери. Нет, но это совсем... Похоже, но не какой-то связан между мистери. Мистери. Фачу и мистери. Дико, альморито дам мою на ману. Окей. Ну, а дальше он занимается делами. Я, допустим, ду в душ. А, фачу ла доча. Да, кстати. Фачу ла доча. Чистим зубы. Ми лаву и денти. Та тоже лаварси. Опять возвращаюсь. Возвратный глагол. Ми лаву. Ми лаву и денти. И еще мы с Верой придумали отличные занятия для вечера. Та плачевать счета. Потрясающие, да. Кредити. За квартиру. Квартира. Факу и конти. Факу и конти. Та, и именно ми говорим с счетаю, факу и конти. Ну, можно сказать, паго ле болетте, да. Паго ле болетте. Ле болетте. И именно пагаре. А плачевать счете. Ле болетте. Паго ле болетте. И лажусь спать. И вадо а дурмиро. И вадо а дурмиро. Куэсто е ла мяа джорната типо. Ну, что ж, на этот счет у нас есть еще... Не у нас, а у Эрес Рамазовите есть еще что спеть. Да, можно, кстати, ла сера перри позаре, чтобы отдыхать, аскольтаре музыка. Это еще... Да, прекрасно. Как же такое забыть? Аскольтиямо ла музыка. Послушаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это был молодой Эрес Рамазовите. Песня называлась... Бонжорно, бамбина. С добрым утром. Бамбина. Девочка. Девочка моя. Разберемся, что же за бамбина. Да, он поет. Бонжорно, бамбина. Мечтаешь, но... И потом не знаю, что он имел в виду. Многоточие там. Да. О, дольче бамбина. Тимовин Эль Мондурмай. Милая девочка, теперь уже ты пойдешь на мире. По мире. Как люди сказали? По миру пойдешь. Буквально, Тимовин Эль Мондурмай. Тимовин Эль Мондурмай. Ты живешь. Двигаться. Да, ты живешь в мире. Потому что это... Песня, видимо, у девочки, которая станет взрослой. Взрослеть. Да. И поэтому он сказал, ты сейчас больше не боишься. Вы знаете, да? Дети обычно хотят всегда родителей. Но он сказал, ты сейчас хочешь стать одной. Самостоятельной. Да, поэтому Тимовин Эль Мондурмай, это ты... Двигаешься в самостоятельной жизни практически, да? И ты, как меня, не знаешь, что будет ольтре коль муру за стены. Макон лаваля на лькуаре, ке туай, но с желанием в сердце, который у тебя есть, черки лавита ольтре ладзурро дикольчелу. Ищешь жизнь, которая за адзурро. Глубизна, что-то голубое. Глубизна этого неба. Если, что она еще не закончится, и знаешь, что еще не закончится, в камерах и лунголе страды будешь гулять на улице. Да, на улице. Оперты дюновита пенокоменчата. На улице открытие, открытие на жизни, которая только что началась. И даже если у тебя будет... Как конфюжен по-русски? Сомнение. Сомнение в голове. Тебе дает надежду. Всегда с глазами в ветер. Ну, я не знаю, как это, поэтический образ глаза на ветер. Вглядываться, наверное, в ветер, да, всматриваться в него. Да. Только первое, как это вид, оно меньше. Ты понимаешь, что эта жизнь не варит. Не обманывает. Да, не обманывает. Ну, более-менее так. Ну, что ж, мы тоже будем двигаться вперед, выглядываться в ветер, да, и продолжать исследование мира, исследовать мир с помощью иностранных языков, то, что мы делаем в программе «Лингофон» каждый четверг и субботу. На 101.фм. И также, если вы захотите вернуться к тому, что уже пройдено, всегда, пожалуйста, на сайте хакирова.ру, программы «Лингофон». Мы благодарим Сильвию за песню, за рассказ о ее дне, за помощь с нашим рассказом. Встретимся через неделю. Чивидьямо. Чивидьямо. А престо. Программа «Лингофон».